Актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель. И просто красивая женщина. Эвелина Блёданс притягивает взгляды окружающих. Мытищенцы смотрят ей вслед, независимо от того, знают они кто это или нет. Только именно слуху мелькает что-то в памяти. Я просто не меломан, так, скользь по музыке. Вспоминаю то, что, по-моему, она снималась в маске шоу. Правильно? Честно говоря, впервые слышу о ней. Не знаю. С творчеством так-то незнаком. Эвелина Блёданс снималась в «Снимите это немедленно» еще, когда я была, наверное, совсем малышкой. Помню ее. Очень мне нравится телеведущая. Она частый гость различных программ. Я знаю, что Эвелина Блёданс – мама особенного ребенка. Известная актриса, телеведущая Эвелина Блёданс воспитывает особенного сына. Семену 11 лет. Мальчик очень привязан к своей маме. Часто сопровождает ее на съемках. И в мытище они приехали вместе. Вот смотрите, у меня есть одно платье вот такое, а второй наряд. Вот мне подобрала стилист. Городской повседневный. Вот, смотрите, какой наряд. Бермуды. Вот это бермуды называются шорты. Это хлопковая рубашка в полоску и футболка. Мнение у ребят разделилось. Одному понравился образ в голубых тонах, а сын Семен выбрал белое платье в красный цветочек. Этот наряд сейчас в тренде, говорит стилист. Стоит обратить внимание на сарафаны. Все с анималистичной расцветкой, с цветочными принтами, с крупными. Так, с особенными ребятами и стилистом Эвелина подобрала новый летний образ. По ее словам, она любит менять наряды, однако редко экспериментирует с внешностью. Уже много лет она носит длинные волосы, которые укладывает в высокий конский хвост. Сын Семен восхищается своей мамой и говорит, что она похожа на мальвину. А муж, она красивая. Мама красивая, поэтому ты вечный. Да, ты тоже красивая. Я тоже красивая. Ха-ха-ха. Красивая, какой добрый мальчик. Ирина Кавеева уже не первый год работает с особенными детьми в мытищах и знает, как найти правильный подход. И чем помочь родителям. Появление ребенка в любой семье – это событие совершенно особенное. И когда мы готовимся к своему счастливому родительству, у каждого из нас есть какие-то планы. Когда вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что в этих планах вдруг неожиданно появился ребенок с особенностями развития. Неважно, какими. Понятно, что этот выстроен тогда еще, да, вот такой вот, скажем так, карточный домик, да, своих мечтаний о будущей жизни вместе с ребенком. Он рушится. И в этот момент многие родители испытывают колоссальный стресс. Ну, а Эвелина своим примером показывает о том, что быть счастливой мамой можно в любой ситуации. Мытищинские мамы особенных детей давно знакомы с Эвелиной. Актриса организовывает инклюзивные праздники и помогает семьям, в котором воспитываются дети с ментальными нарушениями. Смотрю на нее, смотрю на творчество ее и удивляюсь. Мне, как маме, особенно ребенку, было интересно. Я понимала, что мы не одни, что не только у нас есть проблемы, что и звезды тоже с ними сталкиваются и решают. Эвелина – одна из первых известных персон, кто стал открыто говорить об особенностях воспитания детей с синдромом Дауна. Она считает, что родителям дан уникальный шанс расти детей, открывать для них мир, делать их жизнь счастливой. Я желаю всем женщинам Мытищ гордиться тем, что у вас есть. А у вас есть очень многое. Вы русские красавицы. Как ребенок может быть проблемой, если он самое ценное в жизни, говорит Эвелина. И советует любить детей такими, какие они есть, и радоваться мелочам. Надо найти то, что на данный момент тебя порадует. Я, например, выхожу в свой сад, я смотрю, ой, у меня расцвела новая роза, у меня поспела клубничка, а через недельку, глядишь, уже и огурчики в тепличке можно будет сорвать и попробовать. И я понимаю, что жизнь продолжается. И какие бы беды на нас не обрушивались, надо учиться маленьким вещам, радоваться сильно. «Только вперед!» написала Эвелина Бледан с Первому Мытищинскому телеканалу. И мы желаем маме солнечного ребенка творческих успехов и счастья. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Спасибо. Продолжение следует...